Так, а вот пишут, Дрейнгэнг анти-хайп? Дрейнгэнг? Ну, а вот я не понял просто, кто сейчас Дрейнеры? Раньше я вот думал, Дрейнеры это те, кто Ян Глина слушают, да? Вот это его... Блейди, вот этих всех ребят. Мне это музло нравится в целом. А сейчас я слышал, что Дрейнеры это еще те, кто Лилу Зиверта слушают, еще кого-то. Там новое поколение Дрейнеров. Просто Дрейнгэнг это конкретно Блейдевская тусовка. Не, это кайф, это нормальное музло, мне кажется. Понял. Как считаете, папич анти-хайп? Сладкие роллы, замаю вина, любую вас. Папич анти-хайп? А ты как на это отвечал? Папич анти-хайп, бля, я не отвечал за... Хотя папич, ну-ка... Подруги, друзья, напомните, что я там про папич и кайф. Папич. 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 Хуй его знает. Ну нет, он, наверное, слишком серьезный, чтобы быть анти-хайп. Ну, наверное, да. С другой стороны, вот он проворачивает неплохие, да, штуки, что... Он бутылку пива пьет за миллион, там, вот, в доту играет за миллион и все такое. Ага. Просто пока... Другие стримеры там унижаются, что-то бреются, еще что-то там... А он на голом месте раскручивает какие-то табу, типа, я никогда не выпью пиво. Ну, так, так, так получается, да. Так получается, да. А контихайп ли Егор Древлянин, и как вам его творчество? Плохо знаком с творчеством. Ты знаешь группу шумную грыжащую? Ну, знаю, да. Но мне кажется, не анти-хайп, нет. Дэн Чейн не анти-хайп, мне кажется, его история сейчас по-жёсткому анти-хайпу двигается. Дэн Чейн. Анти-хайп? Ну, вот я тебе такую историю скажу. Смотрит Дэн Чейн, и в колесе выпадает у него клип Лида. Секс. Ага. Секс. И он... Секс, боль, мифидрон, ты живем на моем хуле. И он такой смотрит, слушает эту песню и говорит, Ребята, вот вы представьте, что я за человек. Я слушаю эту песню, а у меня в голове картинки блокадного Ленинграда. Ни хуя себе. Вот и думайте, друзья, думайте. Решайте сами. Коля Россов анти-хайп? Коля Россов? Коля Россов. Ну, нет, я думаю, Коля Россов не анти-хайп. Это человек как раз такой, модерна. Клебников анти-хайп, нравится вам этот творец? Так, чё ты молчишь? Ты завел эту шарманку, а кто анти-хайп, кто не анти-хайп? Клебников. Нет, хуйня полная. Очень не анти-хайп. Кто из смешариков самый анти-хайп? Вот тут есть на чем-то. Бараш самый анти-хайповый. Бараш. Бараш? Хорошо. Но я небольшой эксперт в смешариках, так что тебе доверяют. Смотри, Бараш это ты? Я, кстати, часто внутри себя повторяю эти строчки. Я, Акапатыч, Слава, Бараш, наш хип-хап не перепродаж. Ну, а хуйня собачья. Кто из них анти-хайп? Маргинал, Штефан, Карлик, Гиркин, Арестович. Арестович? Маргинал, Штефан. Но из вот этих людей Арестович. Гиркин, Арестович. Скорее всего, да, Арестович. В этом списке Арестович. Маргинал, Штефан, Карлик, Гиркин, Арестович. Новый состав анти-хайпа был озвучен Андреем Замаем на стриме. Маргинал, Штефан, Карлик, Гиркин, Арестович. Страна содрогнулась. А, что же... А, Карлик это я же сармата. Да, я думаю, это Джарахов. Не, не. Да, Маргинал. Не, тут по контексту-то понятно. Все политические обозреватели, так понимаю. Ну, было бы прикольно, если бы Джарахов туда затесался. Карлик Гиркин, Арестович. Кезару анти-хайп, Платина анти-хайп. Сука. Я уже отвечал, что Кезару не анти-хайп. Ага, Платина. Платина... Да. Платина, да. Гиркин анти-хайп? Ну, нет, думаю, нет. Глад Валакас. Он же Жмышенко, Валерий Альбертович, анти-хайп. А Богданчик? Да, блядь. Смотрите, как он добивает это. Глад Валакас анти-хайп. Блядь, хватит на новый микро. Согласен? Или нет? Плохо знаком с Валакасом Творчеевым. Давидыч или Давиджи из Пи-Ди? Ну... Не знаю, но... Давиджи из Пи-Ди, вот он вроде... Он не придумывает охуительную историю... Формат, там, я могу дотянуться до Луны. 52 раз, там. Подожди, все телеги, которые Давиджи из Пи-Ди пишет, разве они не такие же? Ну, нет, а он просто, типа, вот, я продюсирую проекты, я собираю залы, у меня есть деньги, я заработал деньги, мой трек в чартах. Но он не выдумывает что-то, ну, за гранью, как бы, вот. Вот, понимаешь, это обычные, как бы, вот, мещанские мечты, типа, я собрал стадион, я заработал, я купил дом, а у меня Мерседес, я популярен. А Давидыч, он, он может помечтать нечто большее. Присесть тысячу раз. Как это, как можно помечтать об этом? Как можно в рамках, вообще, ну, обычной жизни человека, обычного бюргера, помечтать об этом? А Давидыч, у него есть вот это, что он, ну, он знает, что он это никогда в жизни не сможет сделать. Но он заявляет, я могу это сделать, я могу присесть тысячу раз. И он знает, что ему скажут, ну, давай проверим, блядь, присядь тысячу раз. Но он все равно говорит это, а потом пытается это сделать, и у него не получается. Но у него есть, вот видишь, это мечта. 17 марта, антихайп или нет? Ну, это ты давай, я про Давидыч еще раз педалил, теперь ты. Так, 7 марта, антихайп или нет? Да, антихайп 17 марта, по сути, потому что, в принципе, понятно, что ничего не изменится, все предсказуемо и очевидно, да, но как бы такое, как будто, как будто смысл в том, что смысла нет. Я здесь, братик. Привет. Красный кирпич, а антихайп это антихайп? Мне кажется, антихайп уже не антихайп. Думаю, нет. Аноним, назовете по-любимому сольному треку друг у друга. Я люблю Нюберга, Нюберг антихайп. Нюберг антихайп. Нюберг, я тоже согласен, вот я увидел тогда, ты... Да. Вам не кажется, что Михаил Светов в какой-то момент может ебануться нахуй, ну, либо он на коксе сидит. В какой-то момент...